Ежинская 24 – типичный старый дом, в котором сменилось не одно поколение одесситов, но сейчас памятник архитектуры под угрозой разрушения. Ясно объясняют ситуацию. Дом аварийный с 1988 года. Несущие стены постоянно трещат, а вот так эти трещины выглядят изнутри. Несмотря на это, владелец квартиры на третьем этаже запланировал пристройку на чердаке, прямо там, где трещины самые большие. Если хоть чуть-чуть утяжелится крыша над верхним этажом, дом рухнет, так как рухнул на торговой 20. Поэтому мы стараемся сейчас остановить эти вероломные незаконные работы. Эти люди говорят о том, что у них есть разрешение на все. По сей час они разрешение нам не показали. В момент у приезда журналистов и полиции рабочие вместе с прорабом уехали, побросав стройматериалы. Что конкретно планируется возвести, никто толком сказать не может. Жалуются местные. Ранее прораб сообщил, что им нужно поднять крышу. Новый уровень высоты смутил людей. Тогда же прораб объяснял жильцам, что рабочим нужно зашить трещины на крыше, чтобы не заливало потолок. Вы с той стороны на дворе были? Да, были. Видели вот эти трещины? Да. Мы хотели с трещиной зашить, потому что их не расшили. А чего сюда поднимаете с этой стороны? А с той стороны кто туда залезет? А какие-то разрешительные документы новые у вас появились? Покажите их, пожалуйста. Ребята, вот это сюда в машине. Документы прораб показать не смог. Сказал, что они у хозяина квартиры, в том числе необходимые согласования. В то же время в ЖКС говорят, что разрешение есть только на реконструкцию квартиры. Чиновники заверили местных, что работы прекращены и строители уберут все лишнее. Что есть из документов? Декларация на реконструкцию квартиры. Это получается только внутри? Да. А сейчас вы были наверху на... Ничего там не производилось. Только вывозили мусор? Ничего не поднималось? Нет, там есть два мешка, но они сейчас уберут. Я не знаю, для чего мешки передают. Одни говорят, ну там есть трещины как бы большие, то есть дом был раньше аварийный. То есть, и они хотят замазать щели прямо над квартирой, потому что там попадает дождь через щели. Такие работы разрешено проводить без документов? Нет, ничего никто не производит. Я же не говорю, что мы запретили, вручили подписание, то есть на данный момент там никого нет. Поднимаемся с местными на чердак, туда, где и развернулась стройплощадка. Прямо на крыше рабочие соорудили лебедку и с ее помощью поднимают цемент наверх. Вот так выглядит чердак аварийного памятника архитектуры. Он настолько захламлен, что кажется, все поколения, живущие здесь, сносили сюда мусор. Но самое главное, деревянные балки перекрытия крыши старые, вот-вот превратятся в труху. И вот среди всего этого начались далеко не скромные строительные работы. Это часть мусора, которая вынесена была вот с их территории, вот которая вот там находится, вот та территория на квартиры. И все остальное вот в таком печальном состоянии, которое они должны были вынести. И как они обещали, чтобы просто почистить чердак, этот мусор, который не сгребали вот на наши квартиры, это тоже их часть. Вот, чтобы вынести, типа, чтобы очищить чердак. Но эти люди нас обманули. Вместо обещанной уборки рабочие просто очистили площадку под будущее строительство, которое может обрушить и без того ветхий чердак, а с ним и стены, опасается женщина. Пока же местным удалось работы остановить и сообщить о происходящем в полицию. Но намекают, что готовы и к более активным действиям. Мы пошли по всем инстанциям и заносят документы, то есть заявления о том, чтобы прекратить работы, которые производятся на чердаке. Наши действия какие? В данный момент мы вызвали полицию для того, чтобы зафиксировать факт появления на чердаке посторонних людей. Если у них нет разрешения на строительство, значит допуск мы будем вынуждены блокировать. Это наше жилье, мы боимся остаться на улице. Поэтому в данный момент, конечно же, мы будем закрывать помещение. Я не знаю, что мы будем делать, но мы будем стараться закрыть помещение. Захламленный чердак должен убирать ЖЭК. Ему за это и платим, говорят местные. А проблему трещин простым стягиванием металлическими рамками не решить. Люди требуют от города обратить внимание на свой дом, чтобы обвалы в Одессе не стали печальной традицией. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.